Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать про водопой, как устроен водопой, как на нем снимать, почему он эффективен и разобрать некоторые нюансы на примере нашего водопоя. Всего мы снимаем на нашем водопое уже более 7 лет. Эта съемка весьма эффективна и результативна по привлечению различных видов птиц. Почему водопой эффективен? Практически все птицы имеют потребность запивать еду, пить и купаться. Даже зимой при наличии открытой воды они будут предпочитать пить именно эту воду, а не запивать еду снегом, заглатывать снег. На примере верковых птиц можно отметить, что им необходимо запивать корм. Это сухие семена, семечки различные, соответственно, те же дубоносы, зеленушки очень часто прилетают, чтобы запить только что прогроченные семена. Другие виды птиц, такие, к примеру, как дрозды, славки, прилетают пить реже и, как правило, прилетают на водопой для того, чтобы искупаться и иногда попить тоже в том числе. И, соответственно, водопой является весьма эффективным средством привлечения птиц, кроме кормушки. Наиболее эффективен он весной, на мой взгляд, когда идет пролет птиц. И многие птицы останавливаются в парках, полях, лесах для того, чтобы отдохнуть и заодно посещают ваш водопой. Как организовать водопой и как найти подходящее место для организации водопоя? Можно начать поиски с мест естественного нахождения воды, то есть это какие-то пересыхающие лужи, ручьи, небольшие лесные озерца. Рядом с ними птицы запоминают уже их местоположение и посещают их сами. Вы же можете построить небольшую лужицу рядом с этим местом, примерно сантиметров 60 на 60 такой квадратик, застелить пленкой эту ямку и через неделю понаблюдать, посещается ли ваша искусственная лужица. Это легко вычислить по помету и по следам, к примеру, разбросанный мох, какие-то, возможно, даже капли воды не успевшие высохнуть, если купались птицы конкретно пред вашим приходом. Также свое внимание стоит обратить на места с неоднородным ландшафтом, то есть граница леса и поля, какие-то опушки в лесу. На поле это может быть какое-либо дерево среди поля. Такие неоднородности часто привлекают птиц и, соответственно, будут эффективны и для постройки водопоя. Например, наш водопой сделан фактически в центре леса, но все-таки на небольшой такой опушечке, где есть разряженность. И птицы привыкли его посещать. Я повторюсь, наш водопой уже в конкретном этом месте больше пяти лет сделан. И, соответственно, птицы уже за многие годы привыкли к его местонахождению и спокойно его находят и летают. Как подготовить место? Ну, во-первых, необходимо будет убрать мелкий мусор. Как правило, это какая-либо трава, мелкие кусты, убрать всякие ростки, чтобы у вас была достаточно большая площадь для создания водопоя. Тем самым у вас будет достаточно ровная площадь, чтобы получить красивый и ровный задний план, размытый, и никакие лишние объекты в него не попадали. Также подготовку можно начать с того, чтобы построить первый проб на небольшую лыжицу, как я говорил выше. Это может быть пленка, которая застелит небольшое углубление в земле. То есть, выкапываем ямку в глубину 10 см и размером где-то 60 на 60 сантиметров. Застилаем дно пленкой, края можно прикрыть хом и все это заливаем водой. Наш самый первый водопой был именно таким. Мы снимали на дороге из естественной лужи и ставили рядом палатку. Я вот выше сейчас покажу фото. Но такой водопой был неэффективен по нескольким причинам. Во-первых, прохожие отвлекали птиц, пугали. Во-вторых, их интересовала сама эта палатка. Но и лужа была естественной и через какое-то время пересыхала. Соответственно, поддерживать его все время наполненным не представлялось возможным. Следующим нашим этапом была как раз вот такая небольшая ямочка углубления в лесу. Мы выкапывали небольшую ямку, застилали ее водой, застилали ее пленкой и наливали водой. Прямо маскировали камнями и мхом. Но тоже этот вариант нас где-то через, ну, на нем отсняли сезон и он уже не подходил нам. По той причине, что получалась достаточно небольшая емкость, часто мыши, да и сами птицы повреждали пленку. Прогрызали мыши снизу, птицы когтями, возможно, камнями ее повреждали. И пленка через какое-то время начинала пропускать воду и, соответственно, водопой приходилось очень часто наполнять. А непостоянно наполненный водопой уже не так хорошо привлекает птицу, поскольку отсутствует вода. Если долго не снимать, знаете, наверное, только по выходным, то, соответственно, птица просто не видит, что здесь есть источник воды. Соответственно, мы решили построить вот примерно такую конструкцию. Это следующий наш этап. Здесь у нас короб длиной 3 метра и шириной около 80 сантиметров. И вторым этапом была постройка небольшой землянки. И та землянка была совсем простая. Это был просто каркас из палок, на который была натянута пленка. Но в нем было снимать некомфортно, жарко, мешали насекомые, грязно. И следующим этапом было создание вот такого вот шалаши кожи укрепленного из дерева, в котором было бы комфортно снимать не одному человеку, а уже даже вдвоем. Ну и сейчас я хотел бы немного рассказать про конкретно наше современное устройство водопоя. Здесь мы имеем короб. Немного выкопано было углубление под него. Потом был взбит короб из фанерных листов. Размерами примерно 3 метра длиной, 80 примерно сантиметров шириной. И с постепенным увеличением глубины дна. То есть здесь мы в самом конце имеем практически ноль, а ближе к засидке около 20 сантиметров глубины. Это сделано для того, чтобы птицы садились ближе именно здесь, а у скоротка им было неудобно пить. Тем самым мы птиц отодвигаем на нужную нам дистанцию, чтобы МДФ-объектива позволяло их снимать. Короб сам у нас покрыт снизу битумным лаком, битумной пропиткой, чтобы не так быстро гнил. И тот же самый конденсат от пленки снизу тоже не добавлял лишней влаги, и короб не испортился за один сезон. Хотя со временем, я думаю, он все равно сгниет, поскольку дерево достаточно такая конструкция ненадежная. Сверху обит обычной черной пленкой. Ее, я думаю, можно купить на строительной базе любой, какой-то, возможно, сельскохозяйственной. Черная пленка плотности где-то 200 микрон. Она не так повреждается птицами, плюс короб защищает ее снизу от мышей, и они не могут ее уже прогрызть. По периметру она просто обита скобами от степлера, а сверху залита водой, и вода придавливает ее по форме, и, соответственно, она уже никуда не денется. Сам скрадок. У нас сделан каркас из деревянных досок с обрешеткой. И сверху он обит вот такими белыми пластиковыми европанелями. В чем плюс европанелей? Во-первых, ими достаточно быстро и легко можно обить необходимую площадь. Во-вторых, вот вы как видите, у нас есть окошечко спереди. Это окошечко у нас сдвижное. Его достаточно легко комбинировать. Можно сделать или одно большое окно, или же два маленьких, или какое-нибудь одно большое, одно маленькое. Для съемки как раз с разными объективами, разными людьми. Можно вообще закрыть, чтобы влага туда не попадала, и птицы не боялись. В этом году мы несколько улучшили нашу землянку. Мы добавили снизу короб из панелей ОСП, чтобы, во-первых, земля не осыпалась, потому что с каждой весной попадает влага, земля осыпается внутрь землянки, и становится достаточно грязно и некомфортно снимать. Плюс какие-то насекомые тоже мешают во время съемок. Теперь же мы имеем достаточно удобную землянку, укрепленную изнутри панелями. Сверху у нас тоже пластиковые панели. Во-первых, получается достаточно комфортно снимать, чисто. Внутри мы даже сделали полочку, подставку под объективы. И съемка теперь проводится в достаточно комфортных условиях. Сверху у нас. Сверху у нас. Сверху у нас. Сверху у нас. Что еще хотелось бы сказать про водопой? Почему мы выбрали именно такую форму и именно такие большие достаточно размеры? Все достаточно просто. Мы получаем достаточно большое расстояние от объектива до объекта съемки, тем самым у нас получается зеркальная поверхность, и мы имеем возможность снимать птиц с отражениями. Кроме того, большой объем водопоя, наш объем примерно в прошлом году мы мерили около 180, ну, возможно, 200 литров составляет. Таскать достаточно сложно воду, но в этом есть несколько плюсов. Такой большой объем испаряется достаточно долго, и птицы видят воду постоянно, даже если не снимать, там, неделю, полторы, две. И, соответственно, его не приходится доливать. Мы вот за прошлый сезон его доливали, ну, по-моему, пару раз, около 40 литров, может быть, максимум. Поскольку большое зеркало воды испаряется гораздо дольше, на мой взгляд, и, кроме того, само пополняется за счет воды из большой площади. Иногда приходишь после сильных дождей, или даже не сильных, и вода буквально в край водопоя наполнена. Фактически автопополнение происходит. Ну, и, как я говорил, большое зеркало воды привлекает различные виды птиц. Для чего мы положили вот эти несколько бревен? Эти бревна служат также для того, чтобы птицы не садились на края водопоя близко к засидке, им было неудобно пить, а они, наоборот, сдвигались к этой части. Таким образом, мы ограничиваем сектор, во-первых, глубиной водопоя, во-вторых, вот этими бревнами, чтобы птицы пили именно из нужного нам места. Это еще одна такая небольшая конструктивная особенность, возможно, будет полезна. Теперь же о том, как привлекать птиц. Ну, во-первых, одним из главных является вода. Птицы прилетают попить, искупаться, соответственно. Мы наполняем наш водопой из реки. Здесь река буквально в 100 метрах, ну, возможно, даже и меньше. Но, несмотря на это, многим птицам удобнее прилетать, купаться и пить именно из нашего водопоя. Поэтому, даже если у вас где-то рядом есть река, это не повод, чтобы не строить. Я думаю, все равно стоит попробовать сделать водопой. Некоторым птицам, возможно, будет удобнее летать к вам, и они изменят свои привычки. И будут посещать именно ваш водопой. Таким образом, мы имеем постоянный источник воды, который можно использовать для наполнения водопоя, и не привозить с собой воду. Носим мы в таких больших 20-литровых канистрах. Ну, приходится делать по несколько поучерков иногда заходов, но в итоге наполняем. Вот, кроме воды следует также использовать и другие методы привлечения. К примеру, корм. Мы выбираем специальные присадки с такими вот дуплами от выпавших старых сучков, какими-то отверстиями, чтобы можно было засыпать в корм. И тем самым это является еще одним способом привлечения птиц. В таком комбинированном виде мы получаем достаточно эффективный способ привлечения. Кто-то прилетает для того, чтобы поесть семена, кто-то для того, чтобы скупаться. К примеру, ранней весной, когда мы запускаем водопой, а это, как правило, где-то середина-конец апреля, в зависимости от того, какая у нас весна, первыми начинают летать, как правило, дубоносы, зяблики, зеленушки. Их интересует в первую очередь корм. Семена, арахис и заодно они и птиц. А уже потом, ближе к маю, начинают прилетать дрозды, какие-то славки, мухоловки. И они уже прилетают для того, чтобы именно искупаться. Кроме того, у нас посещаемость достаточно высокая, поэтому следующий способ я еще не пробовал. Но для того, чтобы начать снимать на водопое, возможно, он окажется эффективным. Это привлечение на капли воды. То есть мы ставим какую-то емкость, к примеру, 5-литровую бутылку, на крышу, на дерево. И пускаем небольшой шланг от нее, чтобы вода из нее капала к вам в водопой. Таким образом, птицы слышат падение капель и прилетают, чтобы искупаться, попить. В качестве корма я использую семена подсолнечника. Ну, иногда, если есть в запасах после зимы, желуди. Они, на мой взгляд, являются самым хорошим кормом и самым эффективным. Те же синицы и дубоносцы с радостью их едят. Одно время я пробовал животные насадки, такие как личинки, мух, мучной червь. Тоже вешал на проволочке рядом с водопоем. Но особой эффективности я не заметил. То есть птицы, как правило, выбирали семена, а не эту животную насадку. Сейчас пару слов про то, как у нас устроена сама кормушка. То есть я выше говорил, какие-то небольшие бревна, в которые мы засыпаем корм. Также мы берем мох для украшения краев, чтобы спрятать черную пленку. Мох, собственно, находится здесь в лесу. На тех же бревнах старых, на той же лесной подстилке достаточно много мха. То есть мы не привозим какие-то инородные объекты. Мох вполне легко найти здесь для декорирования. И, в принципе, мы создаем ту же натуральную среду. Мухом мы стараемся устилать поддон, маскировать какие-то некрасивые элементы бревен. И также для этих целей подходит иногда еще кора. Она бывает из амшелы, бывают просто куски симпатичной коры. Их тоже можно использовать. Кроме того, иногда используем вот такие вот камни. Камни выкладываем и на край водопоем, а утапливаем их в середине воды, чтобы до поверхности было 2-3 мм, они не были видны. Тем самым мы получаем красивую зеркальную поверхность. Но некоторым видам птиц удобнее купаться именно на этих камушках. И они спрыгивают с бревен в середину на эти такие импровизированные подставочки. И с них купаются на середине водопоя. Кроме того, сейчас как раз уже пора ставить. Мы ставим иногда присаду. Как правило, отсюда такая изогнутая ветка над водопоем. Над самой кормушкой. Для чего это делается? Некоторые виды птиц, такие как пеночки, махоловки чаще всего, после купания садятся на нее и чистятся иногда. Встряхивают перья, отряхиваются, сушатся именно на ней. Они опускают куда-то в сторону. Кроме того, эта присада служит своеобразной лесенкой для некоторых видов птиц. То есть, как правило, осторожные виды мелких птиц. Подлетают к водопою, сначала садятся на дерево. Потом с дерева перелетают на куст. С куста на нашу присаду, а с присаду уже на водопой. И мы создаем таким образом такую определенную лесенку для птиц. Чтобы они постепенно, не боясь, спускались к нашей воде. Это также полезно, к примеру, при организации кормушек. Тоже можно создавать подобные лесенки. Следующий момент, который хотел бы я осветить, это по поводу съемки на водопое, некоторых нюансов. Все виды птиц разные. Некоторые боятся человека, некоторые совершенно спокойно себя ведут. Ну, например, вот как синицы сейчас прыгают. Вот. Соответственно, и подход немного разный. К примеру, дрозды очень пугливые. И там буквально лишнее движение объективом их уже пугают. Особенно это касается черных дроздов. Поэтому я бы рекомендовал при съемке дождаться, когда птица начинает купаться. Буквально несколько минут она может медленно подходить, заходить, проверять ситуацию. И когда она уже успокоилась, начинает понимать, что ей ничего не угрожает, и начинает купаться в этот момент, можно начинать снимать. Мы же, кроме того, еще используем сеточку на нашем окне. Вешаем мелкую и чистую сетку для того, чтобы скрыть наше движение за окошком, за объективом, и не пугать птиц. Также, с другой стороны, с кратка, у нас висят две черные, кусок черной пленки. Для того, чтобы на просвет, когда солнце ближе к закату становится, птицы не пугались силуэтов человека, которые также могут быть видны. Поэтому я бы рекомендовал использовать два таких эффективных метода. Пара слов про расположение водопоя. Надо подбирать направление с таким расчетом, чтобы большую часть дня солнце находилось за водопоем. То есть, вставало, к примеру, в нашей полосе, к сожалению, не получается делать так, чтобы солнце вставало и садилось за водопоем, и получается все время хороший боковой свет. Таким образом, у нас утром немного контровой солнце встает. Вот, как можно сейчас, я этим снимаю, встает практически контровой, небольшой такой свет. Зато вечером очень красивый вечерний теплый свет. Солнце садится у нас примерно в том направлении. Соответственно, проходит оно по вот такой дуге, и практически большую часть дня можно снимать у нас по свету. Единственный минус, я не люблю яркий солнечный свет, поэтому стараюсь снимать или вечером яркие солнечные дни, или же днем. Но днем, как правило, если есть какая-то легкая дымка на небе, и тогда мы получаем мягкий рассеянный свет. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok